Приемной матери из Хакасии Любови Лицыгевич вернут семерых детей, которых забрали у нее из-за длинных волос у одного из сыновей. Такое решение принял сегодня суд. Об этой истории говорим с ее главными участниками. И первой с нами на связь выходит сама Любовь Лицыгевич. Любовь, здравствуйте. Любовь, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Здравствуйте, здравствуйте. Я сказала, здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, поздравляем вас с победой в суде. Расскажите, пожалуйста, как началась эта история, как она развивалась, как все происходило. Почему вас хотели отобрать детей и по факту отобрали? Ну, детей отобрали, но не пошла я на контакт с органами опеки. Они стали настоятельно, прям настойчиво, чтобы я обстригла ребенка. Но я в этом ничего плохого не заметила. Детский садик меня ни разу не предупреждал, чтобы я обстрелила, что какие-то проблемы с ребенком в детском садике. Это я только на суде об этом узнала, но они с чего-то это вдруг придумали. То есть они с вами даже не разговаривали до того, как было принято решение детей отнять? Нет. Они единственные воспитатели и заведующие, как бы так скользко, как бы смехом. А что вы его не обстригете? Ему уже жарко. Ну, вот таким как бы это. Я говорю, ну, нам же женщинам не жарко, а что ему-то жарко? Волосы прибраны, но... И вот это просто... Я пожаловалась, не только я, а мы, родители, пожаловались на завхоза, что завхоз там... Ну, как плохо себя это, как котлеты там не довешивает, ну, то все. Вот я просто не стала это говорить, конечно. И мы писали даже это обращение Чернышеву в нашем углове Хакасии. Это все было до того, как ребенка решили отнять вместе с другими детьми? Да, да. Это было где-то в середине мая. И вы связываете эти события? То, что было с вашими жалобами и то, что началось потом, ваши проблемы? Да, после этого они вдруг... Волосы же не в один же день выросли, но... Ну, они полгода выросили эти волосы, чтобы на фотосессию, но это... Они не в один день выросли, они ни разу об этом не говорили. Ну, в мае месяце, после того, как мы начали возмущаться, это даже мы писали Чернышеву или в конце февраля, или в марте, приезжала с района, это как его проверка, там мясо за пашком было, там творог был в садике срок годности закончился. Ее даже хотели уволить. Она приехала в район, там плакала сильно, чтобы ее оставили. И это тоже послужило. А в мае месяце стали собирать деньги на ремонт. Но заведующая там плакала, что надо на ремонт все родители, чтобы сдали деньги по 600 рублей. Но я завозмущалась, что это незаконно, что хотя бы родительский комитет должен эту инициативу. И вот это вот буквально после этого, как собрание прошло, они написали вот на меня, что волосы длинные у ребенка, и что я не стерегу. И я вот до сих пор не пойму, ну почему нельзя длинные волосы, я ничего не пойму. Ну, вы сами сейчас назвали причины, которые вы считаете возможным поводом для этого конфликта. В общем-то, можно понять, что вы имеете в виду. Ну, спасибо большое. Это была приемная мать из Хакасии, Любовь Лицыгевич, у которой пытались отобрать детей органы опеки. А сейчас к нам присоединяется адвокат Юлия Богодист. Она представляла интересы семьи Лицыгевич. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. Юлия, если я правильно понимаю, дети пока, несмотря на это решение, все равно не в семье. Когда они смогут вернуться домой? Есть время для изготовления мотивированного решения. Сегодня нам была оглашена результивная часть этого решения. В течение пяти дней с судом будет изготовлено мотивированное решение. После его изготовления дети будут возвращены Любовь Петровна. Ну, то есть это ближайшая неделя. Прекрасно, да. 27 декабря 2017 года. Главное к Новому году, чтобы успели вернуться. Юлия, скажите, пожалуйста, а были ли у органов опеки еще какие-то претензии, кроме длины волос? Потому что вот эту длину волос ребенка, кажется, обсуждали в суде больше всего. Ну, на самом деле, да. Длине волос ребенка уделялось очень большое внимание. Но у органов опеки, в том числе, существовали претензии о том, что Любовь Петровна препятствует осуществлению контроля со стороны органа опеки. В судебном заседании были предоставлены документы, на основании которых якобы органы опеки проводили, совместно с КДН проводили работу с семьей Юлицегеевич. Однако эти документы не подлежат никакой критике, оформлены они в неглядящем виде и не соответствуют нормам ни нашего законодательства, ни нормам международного права. Ну, то есть, не соответствуют всему, чему они должны, по идее, соответствовать. Юлия, скажите, пожалуйста, для вас сегодняшнее решение было ожидаемым? Я на него очень сильно рассчитываю. Ну, в целом, просто эта история, она стала очень широко известна. Не только в Хакасии о ней говорили. И, в общем-то, написали очень многие о том, что происходит в семье Юлицегеевич. Как думаете, если бы обо всем об этом не рассказывали в СМИ, не говорили журналисты, было бы такое же решение? Я очень надеюсь, что было бы такое же решение, но хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто подключился к нашей истории, кто не остался равнодушным, и тем, кто оказал ту помощь, которая сегодня была нам оказана в председательном заседании. Спасибо большое. Это была адвокат Юлия Богодист, которая рассказала, как развивалось дело семьи Любови Лицегевича с Хакасией, у которой пытались отобрать приемных детей. Ну, а мы переходим к следующей теме. В Берлине немецкий пенсионер набросился с оскорблениями на еврея Яраев Фейнберга, который выставил в витрине своего кафе минору по случаю Хануки. Его оскорбления записали на видео, которое разошлось по СМИ и соцсетям. Министр юстиции Германии уже извинился перед Фейнбергом, а посол Израиля посетил его кафе, чтобы поддержать пострадавшего мужчину. Что произошло в Берлине и что об этом говорят? Говорят ли о том, что в Германии растут антисемитистские настроения? Этот вопрос мы адресуем директору Департамента Евросоюза из США в фонде Генриха Бёля Сергею Лагодинскому. Сергей, здравствуйте. Слышите ли вы московскую студию? Здравствуйте. Добрый вечер. Сергей, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. с Фейнбергом, которая произошла. Это вообще нонсенс? Ну, как вам сказать? Просто выплеснулось то, что думают, к сожалению, очень многие. Ведь по оценкам социологов, около 20% среди немцев имеют вот такие антисемитские представления. То есть, в принципе, ничего в этом нового нет. Но, конечно, это все было очень пластично так выражено в видеоформе и компактно. То есть, весь ряд антисемитских стереотипов был подан так в лицо бедному этому несчастному хозяину ресторана. А расскажите поподробнее, что там вообще происходило? Ну, это ресторан довольно известный, туда ходят очень многие. Я там часто бываю. Это ресторан в Шейнберге, то есть, это ресторан в западной части города, очень продвинутый. Там и гей-сообщество есть, и много, так сказать, нормальных людей, искусства. И вот в этом ресторане там минура была выставлена. И вот это не понравилось, почему-то, пожилому человеку, который напал на курившего хозяина ресторана и отвел, как говорится, душу по-антисемитски. То есть, начал он с того, что с Израиля, что израильтяне издеваются над палестинцами. На это, естественно, хозяин ресторана спросил, ну что, теперь нельзя иметь рестораны в Германии. И пошло-поехало, он сказал, что ему, евреям делать ни в Германии, ни в Палестине нечего, у них нет родины, что, так сказать, газовые печи им. Ну, в общем, так сказать, вся классика. Стандартный набор, да. Стандартный набор, плюс осовременно вот этим вот израильско-палестинским конфликтам, что, в общем-то, очень важно, поскольку сейчас как раз проходило очень много демонстраций, на которых жгли там псевдо-флаги Израиля, там тряпочки с шестиконечной звездой нарисованные самими. Это было уже тогда, это палестинцы, естественно, были в основном или мусульманские, там турки и так далее. То есть, все как бы вот так вот подошло одно к одному, и поэтому, в общем-то, этот инцидент показал, ну, как бы три вещи. Первое, это то, что израильско-палестинский конфликт все-таки является стандартным таким антисемитским подходом, да, то есть, то, как о нем говорят, это часть стандарта, о чем очень многие в Германии все-таки сомневались, но вот я думаю, что не будут сомневаться после этого видео, это первое. А второе, это то, что, в принципе, не только мусульманские, как очень часто говорят, мусульманские, арабские, палестинские эмигранты, носители вот этих вот видений, этих настроений, а вот такой очень даже нормальный пенсионер 70 лет. В принципе, скорее всего, этот человек, может, и невменяемый, потому что на видео, в принципе, в Германии, так вот в открытую, многие не говорят, но некоторые говорят, что он был под градусом, но я не вижу там никакого алкогольного опьянения. Ну, видимо, психически нестабильный, но неважно, выплеснулось то, что очень многие и так думают. Ну, и в принципе, людям, которые занимаются этим вопросом, это не ново. Мы знаем о том, что в Германии, ну, в общем, во всей Европе вот такие настроения есть. Спасибо большое. Это был директор департамента Евросоюза из США в фонде Генриха Бёля, член палаты представителей еврейской общины Берлина Сергей Логодинский.